Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Татьяна, и я очень рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня у нас будут покупки FixPrice. Не буду задерживать видео, буду показывать все разнообразно, что купила, что-то из новинок. FixPrice просто радует какими-то новинками, я не знаю, но не во всех магазинах представлены как бы разные товары. То есть в одном есть, в другом нет. Чтобы что-то найти новое, нужно ездить по разным районам, как бы что и было сделано. Так что я сейчас покажу, что купила, что нашла. Как обычно, повторные покупки, расходники и новинки. Так что поехали! Первая покупка нашла, наверное, из старых коллекций. Это вот такие коробочки. То есть раньше эта коробочка стоила 55, сейчас эта коробочка стоит уже 77 рублей. Вот так вот. 77 рублей эта коробочка уже стоит. Так что подняли цену, наверное, из-за того, что хорошо берут эти коробочки. Так что присмотритесь, коробка очень качественно сделана. Такие коробки в других магазинах, в Ikea и так далее стоят очень дорого. Подарочные, упаковочные. То есть к 8 марта будет просто хорошая упаковочка. У вас уже будет в наличии разные расцветки, различные принты на коробочках. То есть очень классная покупка. Я довольна вот этой коробочкой. Хорошая коробка. Следующая покупка это вот корм. Для кошек корм Perfect Fit. То есть вот это для взрослых кошек я всегда беру. В Fix Price вообще самая демократичная цена на этот корм. Везде он стоит по 26, по 28 рублей. То есть в Fix Price, по-моему, он по 15 рублей. Присмотритесь. Или по 16. Вообще отличная покупка. То есть я взяла своему коту. Кот очень любит этот корм. Так что присмотритесь, у кого животные не едят вот этот дешевый корм, который вискос или так далее. Или у кого взрослый кот. У меня, допустим, кот старый. Он не всегда ест какой-то дешевый корм. То есть, ну, видимо, там от чего-то у него зависит. И поэтому я, как бы, когда он не ест такой корм, я беру вот этот. Он его вообще ест с удовольствием. Присмотритесь. Здесь Fix Price. Отличная цена на него. Следующая покупка – это вот такие выключатели. Я уже все раскрыла, потому что мне надо было проверить. Я вставила батарейки. Они работают от трех мизинчиковых батареек. То есть вот так они выглядят. Вот свет. То есть там светодиоды. Я купила три. То есть на дачу. Вот желтенький такой. На дачу. Вообще отличная вещь. Вот, посмотрите. Они довольно-таки яркие, как бы. Видите, как светит. Меня не видно теперь из-за них. То есть у них есть вот такая штучка. То есть вы можете вешать на... Ой! Одни меньше. На какой-то гвоздик. То есть вот такую штучку вы повесили и включаете. Допустим, идете куда-то в лес. В лес. Идете в туалет. Включили. И вы уже, как говорится, не упадете. Следующая покупка, это, конечно же, мои любимые унитазные таблетки. Я их обожаю. Особенно зеленые. Нашла зеленые. Нигде вот почему-то нет зеленых. Но нашла, купила аж на три штуки. Так что будет у меня теперь водичка зеленая. Люблю я, как говорится. Когда пахнет хвою, отлично дезодорирует. Отлично очищает унитаз. То есть без проблем. Не оставляет никаких разводов. Течет зеленая водичка и все прекрасно у вас. Как говорится. И в сливном бачке, и в унитазе. То есть очищает всяких налетов. Потому что вода у нас с хлоркой постоянно. То есть вообще отличная вещь. Присмотритесь. Следующие две покупки, это для моего брата. Так как он ездит у меня на рыбалку. И попросил купить вот таких два ярких лака. Для ногтей, чтобы красить блесну. Чтобы рыбка ловилась. Вот эти. Мы думали, что они блестят. Вот такие зеленые в темноте. Но они не фосфорные. Они не блестят. И вот такой желтый лак. Сказал, хороший. Хорошо держится на железе, на блесне. То есть без проблем не отваливается. И как бы хорошо в воде видно. Он уже покрасил. Как бы уже сходил на рыбалку. Эти лаки я еще в той покупке должна была вам показать. Следующая покупка. Это вот такой спрей для ног. То есть от запаха и пота. Потому что у нас, как говорится, не всегда уж что греха таить. Не всегда кожаную носим обувь натуральную. И как бы бывает, что ноги потеют или так далее. И как бы дермантин выделяет. Не то, что ваши ноги, как говорится, воняют. А это конкретно дермантин пахнет. И как бы я всегда пшикаю. Либо стельки вот эти из фикс прайса я пшикаю. Вставляю потом туда. Либо просто в обувь вот такой спрей. Мне очень нравится. То есть да, у него какой-то специфический такой есть запах. То есть не каждому понравится вот этот именно запах. Но обычно и как все спреи как бы для ног. От запаха пота. То есть даже оптичные. Если серию взять, у них практически точно такой же запах. Следующий тоже. Для обуви вот такой взяла попробовать. Диздоран для обуви. Антибактериальный с ароматом мяты. То есть я вчера напшикала в кроссовке. И как говорится, все сбежались. Все, кто был рядом, сказали, это что за запах убийственный просто. Он пахнет, я не знаю, мятой, да. Но такой химозный мятый. То есть запах отвратительный. Он почему-то распространяется по всему периметру, как говорится, жилища вашего. И просто все его чувствуют. Не только ваши кроссовки, как говорится, его чувствуют. Этот запах мяты антибактериальный. Ну и все, кто живет рядом с вами, тоже его все чувствуют. Следующая покупка это вот такой сустамол. Я беру его уже второй раз. Первый я уже смазала. Отличная вещь для мышц суставов. Просто у меня болела нога. То есть я где-то подвихнула или ударила. У меня болела нога. Вот, посчитаю, весь тюбик я просто извела. Он как гель, прозрачный гель. Здесь, почему он помогает? Здесь есть камфора. То есть камфора, вы втираете этот гель, и у вас камфора потом сначала охлаждает, а потом начинает так медленно-медленно прогревать. У меня прошла нога. Я взяла вот второй. Так что вот такой присмотритесь. Здесь вообще хорошая вещь. У кого болит спина, у кого болят суставы в коленках там, или вот в локтях вы не можете иногда руку разогнуть, или коленки болят долго. Вот в автобусе едешь, потом не можешь стать как коллег, как говорится, в 35 лет. Поэтому вот эта вещь, присмотритесь, вообще хорошая штучка. Очень вообще советую и рекомендую. Следующие покупки, вот такие три штуки я взяла. То есть это сердечки для поделок и розочки. Буду обклеивать свое зеркальце. Что хочу сказать. Эти сердечки и розочки я уже беру не первый раз. И что могу сказать. То есть розочки от сердечек отличаются оргстеклом по качеству. Ну, я не знаю, в 10 раз лучше сердечки. Ой, в 10 раз лучше розочки, чем сердечки. Значит, сердечки я уже приклеивала на зеркало. И буквально на следующий день, я не знаю, что с ними произошло, они настолько становятся, они даже здесь уже такого, как будто стертые. Как будто, я не знаю, по них наждачкой ездили. Как бы вообще, вот сердечки не берите, вообще не советую. То есть, я не знаю, или их чем-то надо покрывать прозрачным лаком, чтобы они не стирались. То есть они становятся вообще не красивые, то есть неприглядные. Вообще, как бы, не знаю. Ужасного качества. А вот сердечки. Ой, сердечки, что же я сердечками пищу. Вот 14 февраля вроде не праздновала. Розочки, вот посмотрите, вот такие розочки. Мне очень нравятся. Они по качеству классные, они хорошо клеятся. У них качественное оргстекло. И вообще, как бы, я взяла вот такие синие, а еще хочу фиолетовые найти, естественно, чтобы обклеить. Вообще, хорошо клеится. Но обычно, как говорится, клей будет у вас красота. Следующая покупка, это, брат сказал, купить размораживатель замков с силиконом. До минус 50 написано. Вот такая штучка. То есть все брали. Я думаю, сейчас она стоит 77 рублей, но мужчина много брал как раз в этот момент. И сказал, что скоро на него повысится цена. Не знаю, с чем-то связано, видимо, лето. То есть вот так он выглядит, вот такая. Это, я так понимаю, замок, и вы нажимаете. Не знаю, как это действует, мужчина виднее. Но, как бы, все, кто берет, говорят, очень хорошая штука. Не буду о нем долго рассказывать, потому что не знаю. Следующая вещь, это, конечно же, соль. Куда мы без соли? То есть соль, это вообще расходник такой, который, самая демократичная цена на соль, это фикс прайси. То есть вообще, я всегда беру с ванилью хорошая соль. Мне, допустим, для ног она очень помогает. Просто насыпаете в ванну. То есть вот этого пакета мне хватает на 4 раза. Хорошая соль. Возьмите, попробуйте, нисколько не пожалеете. Следующий расходник, это, конечно же, пакеты. Куда мы без пакетов? Мне очень нравятся пакеты. В этот раз не было с ванилью. То есть с ванилью реально пахнет ванилью. С лимоном тоже пахнет. Вот так они в пакете, как бы, вот так в рулончике, они не так пахнут. Когда вы разворачиваете пакет и начинаете шуршать им, то есть конкретно выявляется запах. Видимо, от соприкосновения как бы пакета к пакет, выделяется какой-то запах. Хорошие пакеты, прочные. То есть они не рвутся, я не знаю, прям очень прочные. Черные, которые в фикс-прайсе продаются, они вообще не прочные. То есть они тонкие какие-то. Не дай бог, что заденешь, сразу они, то есть, рвутся. А эти вообще классные. Возьмите, не пожалеете. Следующая покупка. Сейчас на мне приклеены ресницы. Вот так я их уже открыла. Вот так они выглядят, вот на этой коробочке. Чем мне нравятся ресницы из фикс-прайса? То есть я жду с китайского сайта ресницы, так как у меня закончились вообще реснички. И на крайний случай, конечно же, подойдут ресницы из фикс-прайса. Чем они хороши? У них одинаковое вот это. То есть нету ни начала, ни конца. Вы разрезаете пополам и клеите вот по бокам. То есть без проблем вы клеите по бокам. Они хорошо клеятся. Они хорошие, мягкие. Просто надо выбирать. Там есть несколько видов ресниц. Ну, я не знаю, я уже вот как они появились, то есть года три, наверное, на крайний случай, всегда они у меня существуют, эти ресницы из фикс-прайса. И я без проблем как бы ими пользуюсь. Вот, считай, на один раз. Они чем хороши? Они сделаны не на ниточке, то есть у них основа не ниточная. Поэтому вы снимаете, промыли и так же положили. То есть они не одноразовые. На раз пять-шесть вам точно их хватит. Так что вообще без проблем возьмите, попробуйте, кто вообще ни разу не клеил ресницы. Единственное, что нужен хороший клей. Если у вас есть хороший клей, они приклеят любые ресницы. Некоторые клеят, ой, не могу клеить. Нет, это у вас просто плохой клей. Я вам как человек, который клеит ресницы уже лет 10, точно могу сказать, что у вас плохой клей, если вы не можете приклеить ресницы. Следующая покупка, это, конечно же, мой любимый гель. Многие, наверное, думают, что я его пью. Видимо, скоро надо от запоров и пить этот гель. Хороший гель. Хорошо прочищает трубы, хорошо прочищает унитаз. Все удаляет. Волосы, все, что хочешь. Все, что, говорится, с человека остается в ванне. Все удаляет, растворяет. И прекрасный вообще гель. Так что возьмите, не пожалеете. Следующая покупка, это вот такой шампунь. То есть, взяла я им не мыть голову, а взяла вот эти шампуни. То есть, у них вообще в составе практически тут ничего нет. Такого, как говорится, витаминного. Все химозное и ненужное. Но они хорошо смывают масла. То есть, вы втираете масла. Я втираю прям целый коктейль из масла. У меня там 10 штук. И, как бы, обычный шампунь, который и так идет с маслами, то есть, ухаживающий, он не промывает и не вымывает эти масла. А вот такие шампуни дешевые, они хорошо промывают. Тем более, тут целый литр. Два раза промываете. И потом уже моете своим шампунем, как говорится, бальзамом, маской и так далее. Так что отличный шампунь. Возьмите, кто его делает маски масляные. То есть, вообще хорошо вымывает шампунь. А так как мыть ему голову, может быть, кто-то мыл этим голову шампунем, напишите эффект, есть как бы эффект или нет. Но я ничего не увидела. Как написано, кератин, но вряд ли за 50 рублей вам положат кератин. Я, по крайней мере, в это не верю. Следующая покупка вообще, я когда увидел, я видела до этого, но там были синие и черного цвета. А тут захожу, прям яркие такие в глаза бросаются. То есть, красные. Вот такая сумка классная. Вообще, вот так она сделана. Вот так. Там внутри вот так. Вот такие синие ручки. Мне очень понравилось. Девчонки, у них такой хороший дермантин. Такой качественный дермантин просто. Вот если бы была такая куртка красная, я бы точно взяла. Очень хорошая сумка. Хорошо прошита. Хорошие плотные ручки. Вот такие метраж. Метраж вот такой ткани, так как я портной, я знаю, что вот такой метраж ткани очень дорого стоит в таких тканевых магазинах. То есть, порядка 300 рублей метр стоит. А здесь просто, ну, считаю, у вас на ручки метр ушли. Как бы и сумка 99 рублей она стоит. Хорошая сумка. Черная мне не очень нравится, да. А вот красная прям вообще классная. Вообще на лето просто взяли, на плечо, как говорится, одели и пошли. Классная сумка. Присмотритесь. Разных цветов. Уже появилась и бежевая, но бежевая мне ничему. А красная как бы кроссовкам хорошо подойдет. Так что присмотритесь. Хорошая штука. Следующая покупка. Это вот. Пим-пим-пим-пим. Вот такая штучка. Я думаю, многие ее видели на Алиэкспресс. Вот такие звездочки там есть. Потом еще есть такие прозрачные звездочки, где внутри ничего нет. И шарики, по-моему, сердечко там еще есть тоже в фикс-прессе. Стоит 25 рублей. Такая штучка. Вот она такая маленькая. Вот. Это в горшочек вот так вот. Стоит. И просто как украшение. Я взяла попробовать. Не отваливаются вот эти. Как бы... Нет, не отваливаются. Вы можете купить несколько. Поставить как бы в вазочку. У вас будут просто вот такие украшения. То есть, ну, где-нибудь стоять там на стенке или так далее на столе. Отличная штука. Такая интересная. Такая колючая, забавная. Если что. Пум-пум-пум. Знаете, это как палочка. Гарри Поттера. Пум-пум. Так что отличная штука. 25 рублей присмотритесь. Следующая вещь. Просто я как увидела. Ну, думаю, все. Фикс Прайс постоянно какими-то новинками нас балует. Следующая вещь. Я когда зашла, сразу обратила на нее внимание. Потому что у нас крема стоят сразу в Фикс Прайсе. И как бы была приятно удивлена. Ну, думаю, раз люди все ведутся на корейскую и так далее, китайскую косметику. Я думаю, Фикс Прайс тоже решил не отставать. И выпустил три вида кремов. Естественно. Вот. С улиткой. Типа якобы тюбик под корейскую. Крем для лица омолаживающий. С секретом улитки и гиалуроновой кислотой. Повышает тонус и эластичность кожи. Укрепляет структуру кожи. Вот так этот выглядит крем. Значит, это розовый омолаживающий. Там еще есть персикового цвета. По-моему, укрепляющий. И есть гель зеленого цвета. В смысле тюбик зеленого цвета написано не крем, а гель. То есть, как бы... Но что самое удивительное, крем, то есть, вот так он просто выглядит. Обычный белый. Распределяется. Пахнет он, как обычный крем от свободы. То есть, как крем-балет, он так и пахнет. Не знаю, никакого эффекта я не увидела. То есть, когда я нанесла его на лицо, у меня, вот как после плотных вот таких кремов... Это второй, наверное, крем вообще в моем обиходе. Я не пользуюсь средствами, где написано конкретно слово крем. Только где написано гель или сыворотки. Сразу у меня, как говорится, через 10 минут лицо вспотело. Потому что это настолько плотный крем, он настолько жирный, он не впитывается. Он оставил липкую пленку. Даже не липкую, а какую-то противную, такую скользкую на моем лице. Я не знаю, только для рук. И что самое удивительное, написано 85 мл. Но я вам хочу обратить внимание. То есть, я им попользовалась один раз. Здесь в тюбике вот так. Вот сейчас я на просвет смотрю около окна. И здесь в тюбике вот так. То есть, я когда его принесла домой, он был зафольгирован. То есть, здесь была фольга. Естественно, он вот так в сумке был. То есть, я его полчаса пыталась, потому что он настолько густой, либо он замерз на морозе, то есть, выдавить из тюбика. Я его даже не могла найти, как говорится, в тюбике. То есть, настолько обман. Зачем делать такой большой тюбик и как бы писать 85 мл, когда в тюбике вот так. Мне извините, здесь даже, по-моему, я поспорю, что здесь даже 50 мл. То есть, ну как бы, кто пробовал, возьмите, попробуйте. Зелененький, вот просто он увлажняющий. Но я буду изводить только как крем для рук. Не знаю. Так тюбик мне нравится. То есть, посмотрите, какой красивый. Улиточка нарисована. По качеству сам тюбик такой хороший. Но крем внутри, это просто какашка. Следующие две покупки мои, это все берут. Я думаю, что за очередь такая в фикс прайсе? Все берут, что-то там копошатся, копошатся, как жуки навозные. Я сама еще как жук навозные. Вот так все люблю копошиться, где какая-нибудь, как говорится, эта корзинка. А оказывается, берут у нас что? Огурец и мелису в таких коршочках. То есть, там еще есть, ой, медуница. Фиалка, помидоры или еще что-то. То есть, там, наверное, сортов 8 или 9. Вот в таких горшочках. То есть, написано, поставьте горшочек на поддон. В отдельной емкости напитайте таблетку водой. Пересыпьте, получишь себе субстракт. 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 Горшочек. Посейте семена и полейте. И полейте. Поместите горшочек в теплое, хорошо освещенное место. Регулярно проверяйте влажность. При необходимости поливайте. То есть, написано, что это урожай круглый год. Все брали. То есть, огурец. Я взяла огурец и мелису. Написано, что вырасти меня, вырасти меня. Вот такие горшочки. То есть, там таблетка. Вы ее мочите. И она у вас прорастает, я так понимаю. Ну, не знаю. Я сегодня же посажу. Вот просто вот так. Чтобы как бы взяла вам показать. На кассе спросила. Она говорит, я брала помидоры и что-то выросло. Ну, то есть, под словом что-то, я так понимаю, что-то выросло. Какая-то травка. Помидор явно не дождались. Потому что, если бы были помидоры, она бы мне точно сказала и ничего бы не скрывала. Посмотрим. У меня огурец с мелисой. Я вам потом расскажу, что у меня выросло и покажу. Так что, будем смотреть. Волшебный горшочек. Расти, прорастай. Волшебный горшочек. Плодыня давай. Волшебный горшочек. Могуч ты, могуч. Если ты мне не дашь огурец 8 марта, я на тебя очень сильно обижусь. Правда же? И последняя покупка у меня в фикс прайсе. Постоянно в фикс прайсе надо рыться. То есть, они постоянно что-то прячут. Постоянно какие-то выкладывают старые товары. Новые или так далее. И тут я зашла, смотрю что-то в ковриках. Какие-то там у них коврики новые. Не знаете, как аквариум сделан. То есть, с рыбками. Очень красивые. Но у меня уже ковриков столько, что я уже не знаю. И тут я смотрю, что-то там розовое. Ну, как бы розовое, фиолетовое. Это же... Мне же надо все порыться. Я начала рыться. То есть, там ты-ты-ты-ты-ты. И нашла, как говорится, видимо, с Нового года вот такой старый коврик. Вот такой, с такой собакой. У меня уже есть такой один. Но там маленькая другая собачка. А вот этот мне очень нравится. То есть, вот эти буклешки у него так сделаны. Он такой помятый, потому что я его постирала. Неизвестно, где он, как говорится, был. И я его постирала. Вот, стоил он 55 рублей. То есть, вообще, после стирки он маленько помялся. Но зато классный коврик. Просто. Вот у меня кот на нем спит. Прелюбовал, как говорится, розовый такой коврик с собачкой. Так что, отличные коврики. Мне вообще нравятся коврики в фикс-прайсе. То есть, они хорошо стираются. Я его стирала руками и щеткой, потому что неизвестно, где он у них там был. Как говорится, на складе все равно грязно. Так что, всегда ищите, ройтесь. И не бойтесь, что кто-то там посмотрит или подумает, что что-то на вас не так. Я всегда роюсь, ищу, и всегда нахожу что-то мне нужное. Как бы, единственное, что до нас не дошли вот эти кружки с трубочкой в фикс-прайсе. Я их так и не нашла. Но я нашла их в другом месте, на распродаже. И в два раза дешевле, чем в фикс-прайсе. Потом об этом покажу. Так что, надеюсь, вам понравились мои покупки. И, как говорится, если вам понравилось, мы увидим. Ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Еще будет много интересного. Пока-пока. Пока-пока.